АЛТАЙСКИЕ ДОРОГАН Новый квартал в центре Барнаула. Его внешний вид и особенности обсудили на градостроительном совете. Легкоатлет, йок или роллер теперь не на стадионе, а в парках, где проводят тренировки для молодежи, а где для людей 60+. Полсотни пострадало и двое погибло в авариях с участием мото- и велотранспорта в Барнауле в этом году. При этом сотрудники ГИБДД ежедневно регистрируют нарушения правил дорожного движения водителями этого вида транспорта. Так только за один день правоохранители выявили больше 20 несоблюдений. Об итогах последнего рейда и профилактических мерах расскажет Мария Мацаева. На встречу безопасности. Так назвали свою профилактическую компанию сотрудники дорожной полиции. Но вот юный водитель мопеда явно спешил встретиться не с безопасностью. Ему всего 14 лет. Нет ни водительского удостоверения, ни стажа. Однако есть юношеское прыть и безрассудство. К счастью, на этот раз все обошлось без происшествий. Если не считать вызов отца парня для воспитательной беседы и изъятия транспортного средства на штрафстоянку. А между тем аварии с участием мото- и велотранспорта происходят все чаще и не без последствий. Только за последние полгода в них двое погибло и более 50 человек пострадали. В том числе и 10 детей. ГИБДД Барнаула призывает жителей и гостей краевой столицы к взаимному уважению на дороге и строгому соблюдению правил дорожного движения. Мария Мацаева. День с толком. Этим летом может раньше времени завершиться речная навигация. Причина – обмеление Аби. Уровень воды в реке упал в среднем на метр и достиг критической отметки. Такое явление наблюдают впервые за всю историю судоходства региона. Баржи практически ежедневно садятся на мель, а дачники и любители водных прогулок боятся, что теплоходы со дня на день не будут ходить. Когда они завершат курсирование и как связаны между собой обмеление Великой Сибирской реки и разбитые дороги – в сюжете Валентина Аскеровой. Приточность 58% от нормы. Аномальный показатель. Исторический минимум за всю историю края. На сегодняшний день, 22 июля, уровень в реках региона приближается к осенним показателям прошлого года. Всего в среднем 120 сантиметров. Причина – недостаточное количество снега в горах и отсутствие осадков. Гидроситуация сильно осложняет перевозку грузов по воде. Так, бийский песчаный карьер отправляет материалы преимущественно речным транспортом. Из-за обмеления баржи садятся на мель почти ежедневно. Если посадка не сильная, она у вас обычно не сильная посадка, то в течение двух часов состав снимается смелее. Если сложная посадка, то в течение четырех часов снимается смелее. Сегодня по алтайским рекам перевозят песок, щебень, отправляют в Томск, Сургут. Такая востребованность в речной навигации впервые с советских времен. С начала навигационного сезона перевезено более 600 тысяч тонн груза. Цель – миллион. Но это если небесная канцелярия позволит. Ведь из-за обмеления баржи сейчас недозагружены аж на 30%. Это 700-800 тонн, это фактически 30%. Возможность грузить баржу – 1000-1100. Фактически на 30% снизилась возможность загрузки баржи. Основная проблема – это возможность захода в определенные притоки реки Аби. Это Усть-Пристань. Приходится делать дополнительные дноуглубительные работы. Инфраструктура водного транспорта в последние годы начала вставать с колен. И это позволило снизить нагрузку на автодороги. Одна баржа способна перевезти сотни тонн. Вес – 50 большегрузов, которые в основном и разбивают алтайские дороги. Ну и основная задача – это безопасность. Если мы снизим количество грузовиков на наших трассах, водителям будет передвигаться гораздо безопаснее. Из-за сложной ситуации новодеречники могут завершить навигацию не в октябре, а гораздо раньше. Что касается прогулочных теплоходов, опасаться нечего. Они могут плыть при глубине всего в 110 метров. Однако специалисты еще надеются и на дожди. Пусть кратковременные, но они второй день идут в разных районах края. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А в микрорайоне «Спутник» продолжают строительство сразу двух важных объектов – школы и водозабора, которые обеспечат водой и школу, и детский сад, и еще почти 4 тысячи человек. Цена – 142 миллиона рублей. Столько понадобилось городским властям, чтобы построить водозабор в микрорайоне «Спутник». Сегодня там проживает около 4 тысяч человек. Есть детский сад, скоро будет и школа. Его строительство было приурочено к строительству новой школы, потому что одно из направлений обеспечения водой, при строительстве новой школы, конечно, бы давление упало, и жители бы могли остаться без определенного потребления воды. Водозабор должны были построить в 2023 году по федеральной программе, но новую школу откроют раньше, потому нашли деньги в городском бюджете. И совсем скоро здесь будут учиться полтысячи ребятишек. Мы знаем сегодня, что в школах индустриального района есть определенная нехватка мест. И таким образом дети, которые ездят с этого микрорайона, уходя в свою родную уже школу, они освободят места для других детей. Кроме того, бюджет города сэкономит 30 миллионов рублей. Такую сумму тратили ежегодно, чтобы отвозить детей в школу. Теперь у них будет своя. Строители уже завершили кирпичную кладку, установили пластиковые окна и продолжают монтаж внутренних инженерных сетей. А покрытие здесь предусмотрено где-нибудь? Резина примерно. Резина, поле, да? По поле, да? А пока рабочие строят новые водозаборы. Это тоже важно, потому что сегодня люди все чаще выбирают для жизни пригород. В своей очереди ждут казенная заимка, Черницка, Бельмесева и не только. Елена Кузовкина, Анастасия Наборчикова. День с толком. 48 миллионов. Столько правительство края потратит на защиту от терроризма. Уже к октябрю здания Голубого дома укрепят бронированными окнами и установят шлагбаумы. Все это есть в проекте. В попытке узнать детали наш корреспондент Анастасия Наборчикова столкнулась с государственной тайной. Здания правительства Алтайского края. Скоро эти окна заменят на бронированные. А по всему периметру установят дополнительные камеры видеонаблюдения и шлагбаумы. Все это будет стоить 48 миллионов рублей. Так чиновников хотят защитить от терроризма. Об этом уже написали в СМИ, но на этот счет у нас возникли вопросы. Нам действительно стало интересно узнать, а были ли вообще теракты. Покушались ли на жизнь чиновников из Голубого дома. Поэтому мы отправили официальный запрос в ФСБ и в правительство. Как оказалось, все это государственная тайна. Я думаю, что так просто на них не нападешь. Все равно там и охрана, и все у них. В отличие от школьников, где сидит какая-нибудь бабушка. Дай бог, что они выделены. Потому что мы живем довольно в сложное время. Я тут давно живу. И я вообще не слышала, чтобы город Барнаул был таким опасным местом. Я нисколько не получил. А слышали вообще о нападениях на чиновников? Десять лет назад, двадцать лет назад. Наверное, давно это сильно было. То, что нападение на чиновников – это государственная тайна, такой ответ звучит логично. Если покушение за правду было, и я, как журналист, расскажу все в деталях, то кто-то может провести работу над ошибками. А здесь важно подчеркнуть – не я, не телеканал «Толк» не хочет чьей-то смерти. Но вот что нам сказали ФСБ. В апреле этого года здание правительства Алтайского края включено в единый перечень мест массового пребывания людей. Из-за чего вступает в силу постановление правительства страны от 2015 года антитеррористическая защищенность. 20 сентября прошлого года студенты Пермского университета спасаются бегством. Они знают, что жертвы уже есть. Потом об этом узнает и вся страна. Убиты шесть человек, а охранник подстрелен. 11 мая, Казань. Родители слышат выстрелы и пытаются попасть в школу. Подстрелив двух учителей, выпускник убил семерых школьников. Это 129-й лицей. Не как журналиста, а как человек я могу зайти на территорию школы, пройти сквозь шлагбаум, оставив оператора здесь. Нам хочется узнать, как выглядит здесь охранник. Но справедливости ради, два года назад я здесь была, снимала ЕГЭ. Тогда, конечно, я не видела, как тут все охраняется. Но я познакомилась с директором. Хочу сказать, что к нему претензий быть никаких не должно. Потому что он, как и учителя, все возможное делает для безопасности и для лучшего образования своих школьников. Ну вы прям по камерам смотрите. Ну как же, вижу каждую клеточку и каждый класс. Сколько лет уже охранником работаете? Год. Год. Ну то есть вышли на пенсию, получили. Получается, вышли на пенсию и сюда пришли. Они выглядят. Моя красавица! После апрельской трагедии в Ульяновске, где стрелок убил троих в детском саду, в Алтайском крае начались неплановые проверки. Об этом в интервью телеканал «Толк» рассказал зампредседателя комитета по образованию Барнаула Василий Губанов. Мужчина и сегодня ответственен за обеспечение деятельности учреждений. Тогда всем стало понятно. На безопасность детей чиновники выделят деньги. На этот раз этому уделят еще больше внимания. На сегодняшний день запланирована замена видеонаблюдения, добавление видеонаблюдения. 7 миллионов – это видеонаблюдение. Получается, 6 миллионов – это у нас кнопка тревожной сигнализации и порядка 7 миллионов на противопожарную сигнализацию. После интервью в Комитете по образованию уточнили, что на тревожную кнопку выделили 2 миллиона рублей. Деньги на защиту регионального правительства выделяются раз в 10 лет. Школы и вузы защищаются по программе ежегодно. Когда Евдокимов в свое время запретил свободный проход в администрацию края, поставил турникет и охрану, люди тоже были возмущены. Он это сделал, потому что пришло постановление из федерального центра, как и сейчас. Значит, защита нашего правительства – это постановление из Москвы. Но последние годы ленты пестрят о том, что стрелки идут сюда, в университеты и школы. Потому мне не составило труда найти студентку, которую могли убить. Настя учится в Пермском университете. Тогда она еще была на третьем курсе. И ей повезло. Вместе с однокурсниками они уехали на фестиваль. Я сначала подумала, что это фейк. Первая моя мысль была. И подумала, что это неправда, этого не может быть. То есть вспомнила Казань. Ты можешь вспомнить, кто был в охране? Это пожилой мужчина был? Насколько я помню, да. Он, кстати, все охранники выжили. То есть они получили травмы, но жертвы – это только студенты и один педагог. Вообще был шанс. Первый же выстрел произошел на улице. И по камерам можно было увидеть, что идет парень в маске, с ружьем. Если верить СМИ, то охранник даже не нажал тревожную кнопку. Это, очевидно, вызывает, должно вызвать вопросы. То есть это не какой-то там нож, который можно куда-то справлять. Это огромное ружье. Но ни у кого не возникло никаких вопросов на проходной. Ни по каким камерам никто ничего не посмотрел. То есть, да, среагировали вообще только из-за того, что рядом, по счастливой случайности, оказались грифники, которые были обучены, что нужно делать в такой ситуации. Когда ты оказалась в университете, то что испытала? У меня была очень сильная истерика в тот момент. Слезы лились. Я не могла это остановить. В моем корпусе силфаки сидела только женщина просто, которая выписывала пропуска тем, у кого нет студенческого. Сейчас еще поставили стол с охранником. Поймите правильно. Мы не предлагаем сделать здесь колонию строгого режима. Нет. Мы хотим, чтобы здесь была охрана, которая правда могла бы противостоять психически больным людям. Сейчас власти предлагают разные меры защиты. Но знаете, у правительства края охрана тут же выходит и спрашивает, кто ты и что вы тут, например, снимаете. То есть они в течение пары минут реагируют на то, что им кажется подозрительным. Больше говорить ничего не будем. Делайте выводы сами. Новый дом и даже квартал – все это построят в центре Барнаула уже в ближайшие несколько лет. В администрации города состоялся городостроительный совет. На суд архитекторов и специалистов вынесли 4 проекта. О самом интересном расскажем далее. Очередной совет городостроителей на рассмотрение 4 эскизных проекта. В центре внимания новые многоквартирные дома и даже микрорайон. Проект дома по адресу Комсомольский, 48, утвердили. Сегодня участок для его постройки уже готов. В планах возвести здесь высотку в 17 этажей. Архитекторы-застройщик создали также проект целого квартала, который потенциально может появиться в этих границах. Этим домам уже 100 лет. С 1917 года здесь был пожар, и дома уже все гнилые. Люди заваливаются. Вот на углу дома он вообще уже покосился весь. На градостроительном совете у специалистов возникли вопросы. Во дворе запроектирована полуподземная парковка, на крыше которой будут детские и спортивные площадки. Их обязательно озеленят. Можно уже выращивать крупномеры на кровлях. При этом не затапливать гаражи. Озеленение, кровель – это современная тема. И технически эти вопросы западом проработаны, наверное, лет 30 назад, Москвой проработаны лет 10 назад. Нами сейчас будут прорабатываться. Вопрос озеленения должен быть стратегическим, как и проблема ветхого жилья. Архитекторы и урбанисты уверены, ветхий частный сектор портит не только облик центра города, но и условия жизни барнаульцев. Потому многоэтажки должны появляться. Жилой дом простоял, допустим, 50-60-70 лет. За 70 лет у него 70% износа. То есть его надо сносить. Поэтому и администрация города, и инвесторы, они ищут пути, способы, как купить, приобрести вот этот ветхий жилой фонд. Новый дом на Комсомольском проспекте будет. Точных сроков сдачи объекта пока нет, но после его появления станет известна судьба всего квартала. Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Все чаще барнаульцы уходят в парк. Изумрудный сегодня переполнен. Туда идут на прогулку или тренировку. Потому легко можно встретить легкоатлета, йога или роллера. Мои коллеги сходили на пилатес и решили узнать, только ли изумрудный парк живет активно и где проводят тренировки на воздухе для тех, у кого возраст 60+. Вверх вдох, потянуться к солнышку, к небу. Так прописал доктор Ватсон. Говорят, и, конечно, шутят в изумрудном парке. Здесь воздух свеж, а желание быть здоровым искреннее. Потому барнаульцы охотно идут сюда по вечерам. Движение – это жизнь, а правильные, грамотные движения – это здоровая, счастливая жизнь. На диване тоже жизнь. А на какая будет, опять же, тут? Где движение, там энергия. На днях сюда придут роллеры и любители скандинавской ходьбы. Их, кстати, не меньше, чем желающих заниматься йогой. Мы живем в очень сложном ритме, в тяжелой экологической ситуации. Поэтому парк – это неотъемлемая часть жизни города. И поэтому парки всегда были притягательны для людей. И мы сейчас то, что делаем, мы чувствуем отклик от людей, которые голосуют ногами. Молодцы, расслабьтесь. Сидите, потанцируйтесь. После тренировки я отдыхаю. Я лечу домой, отдохнувшая. Вот это вот вся возможность заняться своим телом, своей фигурой, своим здоровьем. Можно сказать, не отходя от дома далеко. Один направо, налево. В Центральном парке энтузиастов не меньше. Пенсионеры подолгу не отпускают работников соцзащиты, будто доказывая на собственном примере. Движение – это, правда, жизнь. Это молодость. Основная цель этого мероприятия – это преодоление одиночества граждан пожилого возраста и инвалидов. Потому что ни для кого не секрет, что они все закрыты у нас по домам. А те, кто хотят себя проявить в той или иной степени, они могут прийти к нам, пожалуйста, творчество, танцы, рисование, пение. А еще аэробика и тренировка памяти. Чтобы быть в курсе занятий, нужно всего лишь обратиться в соцзащиту. Среди этих дам есть и те, кому за 80. Потому скромничают, но не скрывают, что в свои года даже на шпагат садятся. Анастасия Наборчикова, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.